А теперь подробнее. 21 сентября Владимир Путин в ходе обращения к нации объявил о частичной мобилизации в России. Призывы на военную службу будут подлежать только граждане, которые в настоящий момент состоят в запасе, объявил президент. Для защиты нашей Родины, ее суверенитета и территориальной целостности, для обеспечения безопасности нашего народа и людей на освобожденных территориях, считаю необходимым поддержать предложение Министерства обороны и Генерального штаба о проведении в Российской Федерации частичной мобилизации. Повторю, речь идет именно о частичной мобилизации. То есть призыву на военную службу будут подлежать только граждане, которые в настоящий момент состоят в запасе. И прежде всего те, кто проходил службу в рядах вооруженных сил, имеют определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт. Указ об этом подписан. Призванные на военную службу перед отправкой в части пройдут дополнительную военную подготовку с учетом опыта специальной военной операции, добавил Путин. Согласно указу, в период частичной мобилизации увольнение с военной службы возможно по возрасту, по состоянию здоровья и по приговору суда о лишении свободы. Губернаторам поручено обеспечить призыв в количестве и сроки, которые Минобороны определит для каждого региона. Мобилизационные мероприятия начнутся сегодня, с 21 сентября. Поручаю главам регионов оказать все необходимое содействие работе военных комиссариатов. Особо подчеркну, что граждане России, призванные на военную службу по мобилизации, получат статус выплаты и все социальные гарантии военнослужащих, проходящих военную службу по контракту. В ход пошел и ядерный шантаж. Речь идет не только о поощряемых Западом обстрелах Запорожской атомной электростанции, что грозит атомной катастрофой, но и о высказываниях некоторых высокопоставленных представителей ведущих государств НАТО, о возможности и допустимости применения против России оружия массового поражения, ядерного оружия. Тем, кто позволяет себе такие заявления в отношении России, хочу напомнить, что наша страна также располагает различными средствами поражения, а по отдельным компонентам и более современными, чем у стран НАТО. И при угрозе территориальной целостности нашей страны, для защиты России и нашего народа, мы безусловно используем все имеющиеся в нашем распоряжении средства. Это не блем. Также глава государства поддержал референдум о вхождении в состав Российской Федерации в Донецкой и Луганской народных республиках, на освобожденных территориях Запорожска и Херсонской областей и приравнял правовой статус ополченцев-добровольцев к военнослужащим Российской армии. Министр обороны Сергей Шойго разъяснил, как будет проходить частичная мобилизация в России. По его словам, студентов военных вузов и солдат-срочников этот процесс не коснется. Ни о каких мобилизаций, призывах студентов, обучающихся в вузах речи не идет, и идти ни в каких условиях. Пусть все спокойно ходят на занятия, учатся, никто их призывать, отмобилизовать не будет. Это, естественно, как и все, что касается тех, кто служит по призыву. Их это тоже не касается, они не подлежат никакой мобилизации, направлении в зону проведения специальной военной операции. То есть наши призывники также продолжают служить, как и служили на территории Российской Федерации. Министр пояснил, в стране огромный мобилизационный ресурс тех, кто служил и имеет боевой опыт. Около 25 миллионов человек. Будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов. Объявленная частичная мобилизация – это 1% от общего мобилизационного ресурса России. Сама линия соприкосновения, можно назвать линией фронта, можно линией соприкосновения, она больше тысячи километров. Естественно, то, что сзади, и то, что там, по этой линии, это надо закреплять, это надо, эти территории надо контролировать. И, конечно, в первую очередь именно для этого делается вот эта работа, я имею в виду частичную мобилизацию. Также Шойгу озвучил потери российской армии с начала специальной военной операции. С 24 февраля 2022 года вооруженные силы потеряли убитыми 5937 человек. Мария Яновская, телерадиокомпания «Сигма» для НУР-24. С 1 октября ГИБДД в тестовом режиме разрешит предъявлять водительские права в электронном виде в приложении «Госуслуги». Чтобы электронный документ стал в полной мере законным, сейчас готовятся поправки в правила дорожного движения. В таком случае сервис должен работать и в режиме офлайн, там, где интернета нет. Губернатор Янау поблагодарил волонтеров Арктики, которые завершили сезон уборок на Ямале. В этом году добровольцы из 17 регионов страны и Казахстана выезжали на расчистку Сиехи, мыса Марис-Алей, бывшего поселка Полярный. По итогу трех экспедиций убраны тонны металла, 200 кубометров твердых бытовых отходов, полторы тысячи бочек из-под ГСМ. Добровольцы расчистили территорию острова Белый, Велькицкого и мыса Харсавей. В следующем году займутся расчисткой материковой части Арктики. Сотрудники научного центра изучения Арктики намерены выяснить, как потепление влияет на сток ямальских рек и процессы эрозии. Такие работы в регионе пройдут впервые. Датчики установят в трех точках в районе Салихарда, Надыма и Нового Оренгоя. Материальной ценности они не несут, поэтому прохожих просят не воровать приборы. Цена только информация с них. Так как в этом году на Ямале было мелководье, связанное с изменением климата, полученные данные помогут экспертам разработать физико-математические модели речного стока и узнать, как таяние многолетней мерзлоты повлияет на реки и скажется на ландшафте. Новоуренгойские пляжники начали борьбу за титул чемпиона России. В Анапе стартовал финальный этап Бэтбум чемпионата по пляжному волейболу. 32 мужских и 32 женских дуэта разыграют главный титул. На Боуренгойский факел в решающем раунде представляют обе наши пары. Олег Стояновский, Илья Лешуков и Антон Кислицын и Федор Собоев. Накануне они одержали уверенные победы над соперниками в своих группах. В Янау для патрулирования 501-й стройки хотят привлечь беспилотники. К такому решению чиновники пришли из-за того, что железнодорожная ветка объекта культурного наследия регулярно подвергается разграблению. Депутат окружного парламента Наталья Фигаль в социальных сетях отметила. Контроль за сохранностью материальных объектов региональной истории в условиях непроходимой тундры – дело непростое. Решить вопрос помогут дополнительные облеты территории, в том числе патрулирование беспилотниками. Напомним, последний случай хищения произошел в этом месяце. Неизвестных, которые грузили срезанные рельсы в машину, заметила жительница Надыма. В Новомаренгое обсудили готовность города к предупреждению распространения гриппа и ОРВИ. Округ укомплектован вакцинами, а потому власти призывают население прививаться. К этому уже активно приступили работники школ, детсадов, медики и сотрудники транспортных предприятий. Прививочная кампания в Новомаренгое в этом году идет активнее по сравнению с показателями 2021 года. Больницы также подтвердили готовность не только к нашествию гриппа, но и коронавируса. На сегодняшний день полностью у нас есть весь спектр ДЭС-средств для обработки поверхности в самих отделениях. Также полностью аптечный склад у нас имеет возможность для весь спектр лекарственных препаратов для лечения в лабораторной сети пациентов. На сегодняшний день у нас и продолжают получать при новой коронавирусной инфекции. Но и мы также готовы в случае необходимости к дополнительному развертыванию стационарных поездов. В России за последние сутки выявлено более 50 тысяч новых случаев коронавируса. На Ямале заболели почти 300 человек, 25 северян госпитализировали. Летальных исходов от COVID-19 в Янау не зафиксировано. Ямальцы начали получать увеличенные выплаты по соцконтракту. С 1 июля суммы соцподдержки выросли на 100 тысяч. Теперь на бизнес можно получить 350 тысяч рублей, а на личное подсобное хозяйство 200 тысяч. Помимо этого увеличена выплата для направления поиск работы. Теперь она составляет около 21,5 тысячи рублей, что практически равно Ямальскому МРОТу. Напомним, в 2022 году размер минимальной оплаты труда в округе составил 22 919 рублей. На материальную поддержку могут рассчитывать малоимущие семьи с детьми и одиноко проживающие северяне. Обращаться необходимо в отдел соцзащиты населения. В Казани прошла большая конференция добровольцев. На ней определили стратегии развития волонтерства в России, а также приняли решение об открытии новых добровольческих центров в регионах. Три таких доброцентра заработают в Ноябрьске и Губкинском. В них будут заниматься развитием социальных и гражданских инициатив. Поддержку проектам теперь окажут на федеральном уровне. Стать таким центром может организация, которая уже занимается благотворительностью и другой полезной социальной деятельностью. Всего в регионах появится 12 новых волонтерских доброцентров. Ни футбол и ни хоккей – совсем еще молодой и универсальный вид спорта. Так что же это? Загадка может и не из простых, но игра с каждым годом становится все более популярной. Речь о флорболе сейчас им занимаются даже дошколята. Не исключение и новоуренгойская ребятня. Я люблю и футбол, и хоккей, но это как и футбол, потому что ты бегаешь ногами, и хоккей, потому что ты играешь в хоккей. Это как хоккей, но только это без клюшек, ой, с клюшками, но без коньков. Обычное решение о занятиях спортом за дошкольника принимают его родители. И если профессиональные атлеты тренируются для достижения определенных результатов, то малышей чаще всего отдают в секции для общего физического развития. Флорбол, как говорят эксперты, как раз идеально подходит для этого. Так же, как и во взрослом, то есть бег для начала, для того, чтобы разогреть мышцы, затем специальные беговые упражнения, ну и далее разминка и растяжка. В принципе, всех деток из детского сада нужно учить правильно бегать, правильно выполнять беговые упражнения, то есть это приставные шаги, бег с высоким подниманием бедра. В принципе, некоторых и взрослых даже приходится учить этому. В Новый Уренгой хоккей без коньков для самых маленьких пришел за счет победы в проекте «Флорбол в детские сады». Заявку на грант подали в мае, выиграли и начали плодотворную работу. Провели инструктарш и тренировочные занятия для педагогов. Закупили в садике необходимый инвентарь для игры. В данный момент в проекте участвуют 15 детских садов, куда на безвозмездной основе предоставлен инвентарь флорбольный, мячи и клюшки. Идея проекта в том, что дети из детских садов будут тренироваться с элементами игры во флорбол. Мы разослали письма во все детские сады, и 15 детских садов откликнулось. Мы очень рады, что флорбол в городе Новый Уренгой-2-Маланинском автономном округе начинает развиваться. Сейчас дошкольники тренируются в своих садах, а также их приводят на общие занятия со школьниками первых и вторых классов в деловой центр «Ямал». А в декабре профессиональные флорболисты проведут уже настоящий чемпионат среди детсадов. Готовятся к соревнованиям и участники старшей возрастной группы. Для детей чуть постарше, 9-11 год, готовимся к первенству России. В этом году первое первенство России для них будет. Попробуем. Популяризация флорбола на Ямале идет стремительно. Если 5 лет назад об этом виде спорта мало кто слышал, то сейчас на постоянной основе в округе им занимается больше 300 взрослых и детей. Не исключено, что такими темпами Россия сможет представить свою сборную флорболистов в Китае на Всемирных играх в 2025 году. Татьяна Забродина, Андрей Тихонов, телерадио компания «Сигма» для НУР-24. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова